Утро доброе! Вести Карачаева, Чекесия с вами. Сегодня 2 июля. Начиная с этого дня, пчелы начинают особенно трудиться. Наши предки знали, что к ульям в это время нельзя подходить, чтобы жизнь была сладкой. А вот что нам приготовила погода, мы узнаем из прогноза синоптиков чуть позже. А сейчас время новостей. Россиян, решивших отдохнуть за рубежом, разворачивают на границе. Риск возник из-за ошибок в паспортах. И есть факты их изъятия уже в аэропорту. Что нужно, чтобы планы не были нарушены и как минимизировать вероятность остаться без отпуска за рубежом. Все нюансы темы и почему это может произойти, выясняла наша съемочная группа. Лето – отличная пора провести больше времени с детьми. А путешествие с семьей за пределы страны дает отличную возможность познакомиться с другой культурой. Отдохнуть от рутины, создав счастливые воспоминания, говорит Лариса Лепшокова. Ее дети Самира и Лейла пришли вместе с ней, чтобы получить заграничный паспорт. Перед подачей заявления на получение нового документа внимательно проверили всю необходимую информацию. Второй раз получаю загранпаспорт. Все очень легко. Через госуслуги поедем в Турцию отдыхать с детьми, с мамой. Вообще без ошибок. Очень внимательные девочки, доброжелательные. Все хорошо, очень нравится. Заграничный паспорт является важным документом, который позволяет гражданам путешествовать за пределы своей страны. Особенно с наступлением летнего туристического сезона идет увеличение количества людей, приобретающих путевки для отдыха за рубежом. Есть несколько причин, почему могут изъять документ. Избежать подобных проблем просто напоминают в Управлении по вопросам миграции. Необходимо самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории страны на наличие опечаток. Поправки к закону о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации определили основания для признания загранпаспорта недействительными. Среди критериев – это наличие в документе недостоверных сведений. Согласно уточняющему постановлению правительства Российской Федерации 9 декабря 2023 года номер 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если они не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учетов. Как правило, ошибки встречаются в паспортах старого образца. Тех, что выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных. Факты изъятия заграничных паспортов есть и в нашей республике. Их три. Два паспорта выдавались в 2014 году, то есть срок у них уже подходит к концу, в 2024 году. Один паспорт у нас гражданин сам лично испортил, его перепрошил. Расшил и зачем-то сшил. Такой паспорт, естественно, тоже вернули и изъяли. Если все же столкнулись с проблемой изъятия заграничного паспорта, то лучше всего обратиться за помощью к юристу или специалистам Федеральной миграционной службы. Они помогут разобраться в причинах и найти решение проблемы. Но лучше их избежать и наслаждаться поездками за границу без проблем, говорит Ольга Ивановна. В этом поможет правильное обращение со своим заграничным паспортом. Это гарантия безопасности и комфорта во время путешествий. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем плюс 27, плюс 29 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры предоставил DimaTorzok